друзья всем привет сегодня моё видео будет посвящено канарейкам я вам расскажу как содержать как кормить чем кормить канареек зимой зимнее время года когда у нас нету основной кормовой базы я напомню вам основная кормовая база для канареек это друзья мои все-таки зелень вот здесь у меня не зря сегодня зелень здесь сходы только молодая зелень в общем дело в том что если ваша канарейка будет кушать на протяжении зимы зелень то к периоду сезона размножения которые начинаются у нас весной ну или в конце зимы в конце февраля ваши канарейки придут здоровые полноценные но они будут в меру упитаны они не будут у вас зажиревшие там у них не будет какой-то недостаточности у них все будет хорошо и они пойдут охотнее в паровку здоровое потомство то собственно зачем мы сегодня собрались чтобы были здоровые канарейки давали здоровое потомство и потом уже с этим потомство кто-то будет песню делать кто-то будет цвет преследовать почему кажется интересным но корень корень нашей сегодняшней темы это здоровье канарейки так вот друзья сейчас в зимнее время года нигде мы не сможем найти травки зелени кто-то покупает в супермаркетах листья салата вот недавно писали мне в комментариях подписчики что занимаются канарейками дают канарейки стало неожиданно плохо канарейка стала вялая у нее испортился помет в общем канарейка сидит сама не своя глаза закрыты и крылья подвисшие все птица то есть завтра послезавтра погибли что делать мы начали я начал как бы расспрашивать дальше что давали в последнее время чем кормили человек отвечает ничего такого там зерносмесь водичка я говорю ну подумайте вот вчера накануне говорю вот как все случилось что давали ну как листья салата давала но всегда мы даем якобы вот я говорю где вы их берете человек отвечает берем в магазине в супермаркете друзья мы все понимаем что в зимнее время года зелень в наши магазины заезжает с теплиц а как в теплицах обрабатывают сегодня этим полили завтра этим полили сотня пополоскали сотня там не добыли а может быть перед борщили допустим какого-то средства чтобы больше росло чтобы больше продать чтобы навариться и мы эту зелень берем канарейкам канарейка кушает с радостью она же умничка она любит зелень она понимает что если хозяин дает ей самое все ценное это значит хорошо в общем наелась она этого салата с пестицидами и стало ей плохо ну я посоветовал конечно лечение определенное канарейки слава богу помогло все хорошо человек отписался отблагодарил меня но чтоб таких ситуаций у вас не повторялось друзья залить себе вот такой вот небольшой ящичек если у вас есть условия вот такой ящичек если нет условия для ящика возьмите вот такой вот это вот от торта я обрезал это ящик с под помидор на рынке забрал можете еще меньше кошечку взять и посадить там семена к примеру можете посадить те же листья салата которые можете также купить на рынке у бабушки там или в любом месте семена можете купить посадить можете салат посадить можете листья семена дубанчика семена расторопши семечки обыкновенные пшеницу посадить овес в общем посадить можете любые семена которые кушают попугай ваш Есть канарейки. Ну, собственно, и попугаям тоже это пойдет. Но канарейкам, как бы, вот эти тонкости важнее. Попугая может погрызть, допустим, яблоко и, в принципе, там тыквой закусит и будет хорошо. А канарейке надо зелень. Больше, чем попугая. Вот. Значит, посадить можете. Просто взять вашу кормовую смесь, которой вы кормите, канарейку, и посадить, допустим, там ложечку в одну, ложечку посадите. Через пять дней посадите в другую, еще посадите. На подоконнике все это храните, и все будет хорошо. Что, почему, по пять дней, допустим, делать паузу, чтобы у вас здесь подросло, вы уже дали кормить. Пока это съели, птичка съест, у вас уже другая зелень подрастет. Так декабрь пройдет, потом январь минует. Там, как бы, незаметно февраль пролетит, и вот все, пришел сезон размножения. А вы раз-раз, а птица зелени не ела. Так что, друзья, садим, делаем такие клумбы. Кстати, я в земле посадил. Вы можете посадить без земли. Можете насыпать опилок. Можете просто там салфетку положить или тряпочку положить на эту тряпочку. Ну, и следить, чтобы не пересыхало. Всходы взойдут, корни образуются, и на этой, на такой площадке само все вырастет. Можете там сильно земли не сыпать. То есть, все это выращивается просто. Ну, и, конечно, фрукты. Не надо забывать фрукты. Но, друзья, учтите, что сейчас вот это яблочко, оно уже не содержит тех витаминов летом, когда это яблочко держало в себе гораздо больше полезных витаминов, микроэлементов. В яблоке было больше летом, чем сейчас зимой. Тыковка. Очень хороший источник каротина, чтобы цвет поддерживать. Ну, цвет поддерживать это в период линки. А так, сейчас уже, когда птица перелиняла, просто тыква. Это тоже очень полезно. Но самое главное, я считаю, что самое главное все-таки зимой обеспечить наших пернатых, любимых наших пернатых, которые нас всегда радуют, которые нам поднимают настроение, которые нам продляют жизнь. Это вот канарейки, друзья. У кого нет, кстати, заведите себе канарейку, не пожалеете. Ее песня сравнивается с молитвой, с колокольным звоном церковным. То есть влияет, даже вот ученые делали опыты, как молитва влияет на воду. Если вот помолимся, у нас получится святая вода. Она, как нам известно, не портится. Может стоить долго, и когда, допустим, маленький дедик плачет, там уснуть не могут, мы берем и умываем этой водичкой святой. И ребенок успокаивается. Это было испоконно веку. Это есть, и никто это не отменит. Так вот, канарейкина песня также влияет. Проверяли воду. То есть, да, заряжают воду положительной энергией. Тоже вода не пропадает. То есть, друзья, задумайтесь, и я вам рекомендую завести канарейку. Если у кого-то есть хорошее, то есть, если у кого-то есть сильное желание завести канарейку, но нет средств, ну, в принципе, там не так уж и дорого, может быть. Ну, для кого-то, может, это дорого быть. Вы напишите мне в комментариях, там, или на WhatsApp позвоните. Мы обсудим. Я послушаю вас. Если вам реально надо канарейку хорошую, я вам могу... В этом году могу подарить одну канарейку, кто очень сильно нуждается. Ну, конечно, безвозмездно подарю только, если вам нету 18 лет, вы еще как бы не можете зарабатывать. Ну, школьникам без проблем вообще одну канарейку выделю в этом году, если у кого-то будет большое желание. Но, друзья, с доставкой, не знаю. Если вы далеко живете, я не обещаю. Я не знаю, как вам ее доставить. Если по месту, если есть, допустим, кто-то из родителей может приехать в Кропоткин, я передам без проблем через Кропоткин. Кенра. Одного не берет. Вот. Потом купите самку, разведете канарейку и также потом кому-нибудь подарите. И таким образом мы будем развивать канароводство, будем поднимать новое поколение, чтобы занималась канарейкой. Это уже очень хорошая вещь. Друзья, в общем, не забывайте выращивать зелень канарейкам. От этого ваши канарейки будут здоровее и не будут вообще никогда болеть. Я вам хочу пожелать всего хорошего, чтобы у вас все было в жизни радостно, успешно. В общем, друзья, дай вам Бог здоровья. До скорой встречи. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует. Продолжение следует...